И вновь о чистоте. В Курске борются с несанкционированной расклейкой листовок. Как сделать город чище и какое наказание теперь ждет нарушителей, интересовался Антон Истюков. Афиши, листовки, объявления. В потрепанной бумажной одежде Курские улицы явно не выглядят нарядными. Причем их можно встретить буквально где угодно. С каждым годом несанкционированной рекламы меньше не становится. Реклама на столбах, транспортных остановках и домах. Александра Бабанина говорит устала от обилия рваной бумаги. Я отношусь отрицательно. Все на свете загораживает. Не нужно это дело. Если что-то такое нужно, где-то в одном месте или как это объяснить. А то везде порасклеено. Не поймешь, теряешься даже. Для привлечения клиентов есть отдельные рекламные афиши. Специалисты администрации, экологического, архитектурного и других комитетов проводят уличный клининг. Борьба с несанкционированной рекламой. Голыми руками. Особенно больно, говорят блюстители чистоты, видеть листовки на деревьях. Бумагу прибивают гвоздями или приматывают проволокой. Это серьезный удар по легким города. Нарушителей ждет административная ответственность. Мера наказания для физических лиц от 1000 до 2, на должностных лиц от 10 до 30 тысяч, и на юрлиц идет от 100 до 250 тысяч. Есть уже решения по административной комиссии, по расклейке рекламы незаконной. И уже есть выводы. Мониторинг ситуации и поддержание чистоты будут проводить постоянно. К уборке намерены привлечь и молодежь. Антон Исюков, Антон Латышев, телеканал «СЕИМ». Антон Латышев, телеканал «СЕИМ». Продолжение следует...